Мясо объединяет. Как бороться с бездомными животными и улучшить деятельность сферы ЖКХ? Эти вопросы обсудили на круглом столе, который состоялся в нашем городе на исходе минувшей недели. Его участниками стали 14 глав южноуральских городов. Приемом и содержанием диалога остались довольны. Первая тема круглого стола – безнадзорные животные. За прошедший год по области выявлено 18 случаев заболеваний бешенством. От нападения беспризорных собак погибло 6 человек. 11 тысяч пострадали от укусов. Участники заседания придерживаются единой позиции – оградить общество от беспризорных животных. Но все упирается в деньги. Выделяемых средств на отлов и их содержание недостаточно. Как минимум 5-10 раз их должно быть больше для того, чтобы укусов было меньше. Может быть, если возможно, протокол записать, это в Министерство финансов рассмотреть какую-то возможность, позволяющую нам из местных бюджетов тратить средства на отлов безнадзорных животных. Для того, чтобы с каждым годом у нас таких животных не увеличивалось. По мнению совещавшихся, единственный способ навести хоть какой-то порядок – усилить ответственность людей, в том числе в виде специальных налогов. К тому же участники отметили, что это поможет регулировать численность четвероногих друзей. Проблема какая? Я сегодня взял пять штук. Пока маленькие, они хорошие. Все пушистые, довольные. Завтра выросли, проблема возникла. Кормить нужно, нечем. Куда их девать? На улицу. Ведь ситуация именно такова. Налог за содержание собак, за наличие собак вообще должен быть. Тогда появляется еще и ответственность. Ответственность платить, содержать и, собственно говоря, за судьбу данного животного. Я думаю, что это единственный вариант, по которому нужно идти. Теперь главам предстоит внести свои предложения для дальнейшего рассмотрения. О обсуждении второго вопроса о мерах по укреплению платежных дисциплин населения за услуги ЖКХ началось в презентации главы МИАСского округа. Игорь Войнов рассказал о способах борьбы с неплательщиками. Так, за прошлый год в суд было направлено более тысячи исковых заявлений с требованием взыскать долг. В последнее время появились новые технические средства воздействия непосредственно на квартиру неплательщика в многоквартирном доме. В частности, вот здесь проиллюстрирован комплекс терминаторов, который позволяет в конкретной квартире МКД перекрыть водоотведение. Участники форума делились опытом и методами работы с неплательщиками, при этом смогли воочию увидеть систему терминатор, которая позволяет перекрывать должникам канализацию. По завершении открытой части заседания участники поделились впечатлениями с журналистами. Игорь Войнов, как принимающая сторона, высказался позитивно и отметил, что такие заседания помогают решить вопросы, которые долго оставались без ответа. Мы с удовольствием принимаем глав городов, моих коллег, делимся опытом. Я глубоко убежден давным-давно, что это общение полезно. И то, что обсудили, и то, что можем потом обсудить за чаем, это полезно и дружеские отношения в том числе. Начальник управления администрации губернатора по внутренней политике также подчеркнул актуальность обсуждаемых вопросов. Более того, он отметил, что все они найдут практическое применение в виде поручений и обращений в органы исполнительной власти. И все вопросы, которые обсуждаются на этой палате, это те вопросы, насущные вопросы, которые сами муниципальные образования направляют в Совет муниципальных образований для того, чтобы обсуждать на палате. Анатолий Литовченко о ходе заседания также отозвался положительно. Ведь в повестку дня, по его словам, были включены важные вопросы. Они касаются не только муниципальных образований, но и простых жителей. Такое живое обсуждение, очень интересное для всех. Наверное, обратили внимание, что не хотели расходиться главы. Очень деловое, хорошее совещание. Большое спасибо МИАСам за теплый прием. Затем участники круглого стола удалились на закрытую часть заседания, куда журналистам доступ был закрыт. Вероятнее всего, без посторонних глаз, в свете последних событий главы обсудили политическую ситуацию. Гузель Шмелькова, Александр Лядов, ОТВ МИАС.